Доклад сегодняшний хорошо подойдет тем, кто занимается собеседованиями. Если вы занимаетесь ими как руководитель, занимаетесь ими как нанимающий специалист, принудительно или добровольно, или хотите делать это более системно, то, скорее всего, вы по адресу, все будет неплохо. Сейчас я буду разбрасывать защитные заклинания. Первое защитное заклинание — это про размер компании. Типичный комментарий на тему того, что та магия, которая работает в больших конторах типа Mail.ru Group, она не будет работать у нас. Моя личная позиция по этому вопросу довольно простая. Все зависит не только от компании, сколько от конкретного человека. И фактически вы сами можете реализовать большинство каких-то механик, и совершенно неважно, насколько много этажей в офисе, где вы работаете. Еще защитные заклинания. Вот тот уголок, объявим уголком игры в Clash Royale Hustle Castle, если вдруг вам нужно просто место, где потусить в зале, это отличное место. Из него легко входить и выходить. Я просто сам так делал. Это удобно. Здесь все ок. Еще кусочки защитных заклинаний. Вот тебе защитный сюрикен. Такой чух-чух-чух. С тебя полетел. Есть вещи, которые мы не сможем обсудить, просто потому что это здоровенная тема. Здесь разговаривать можно, не знаю, минут, наверное, 35. Мы будем говорить, а еще весь следующий день мог бы уйти на то, чтобы со всем этим разобраться. Это вряд ли. Но что можно сделать хорошего? Есть какие-то механики, какой-то общий уровень, с которым вы сможете себя сравнить. Я надергал кучу всяких различных информаций о собеседованиях в различных компаниях, в том числе и в нашей. И вы сможете сравнить с тем, что делаете лично вы. И мы даже попробуем ответить на какие-то базовые вопросы. Всякие холиварчики про вентиляторы, про вопросы про алгоритмы и так далее. Ну, поехали. Значит, немножечко про драму. Как выглядит собеседование глазами компании, кандидата, какие есть проблемы, что мы можем с этим сделать. Что мы должны сделать до самого собеседования. Какие-то типичные вопросы кандидатов. Я собрал, по-моему, штук 10. Посмотрим на них, потом их как-то систематизируем. Глядя на эти вопросы, поглядим, что мы можем подготовить заранее. Потом выведем какую-то цель собеседования, получимся задавать сложные вопросы в себе. Перенесемся на сам этап интервью, построим план собеседования. Рассмотрим магию, что делать, если вы поняли, что кандидат вам не подходит, а нужно как-то сохранить уровень вежливости. Затронем техническую часть. А как же без нее? И научимся задавать вопросы о самих вопросах. И, наконец, после, что делать с обратной связью, как осуществлять перенаправление кандидата, можно ли приличный план для кандидата составить и как-то поддержать общую практику работы в компании, опять же, вне зависимости от ее размера. Про глазами компании. Вроде как не новость, что людей довольно мало. Мы находимся в дефиците специалистов. В первую очередь это сказывается, конечно, на скорости поиска. Искать людей довольно трудно. Либо мы ищем очень долго и медленно, вот так и в даче постоянно находится какое-то отсутствие выбора. С отсутствием выбора приходится мириться, и вы каждый раз идете на какой-то компромисс. С чем-то вы поступаетесь. То есть либо вы поступаетесь временем, пока ваша вакансия открыта, либо вы начинаете менять требования. Вот какого-то конкретного кандидата, что-то для вас изначально было принципиально важно, но вот прошло три месяца, и вы уже не такой принципиальный. Ну и какой риск, соответственно, это влечет? Это риск надежности. В вашей голове есть идеальная картина мира. Если человек в нее вписывается, вы считаете, что это надежный сотрудник вашей будущей компании. Никаких гарантий вам на это никто не даст. Но вот в вашей конкретной ментальной модели это существует так. Идете на компромисс, рискуете. Как выглядит приблизительно со стороны кандидата? С одной стороны у нас есть высокий спрос. Вроде как разработчиков здесь почти все. Я просто вижу нескольких сотрудников отдела персонала. Высокий спрос. С одной стороны, вроде бы это хорошо. Сколько там приходит писем в неделю? Десятки. Правда, приличных писем приходит все равно значительно меньше. По моей статистике, где-то раз в два месяца приходит какое-то интересное письмо, на которое хочется ответить не шаблонным текстом. Спасибо, я сейчас не рассматриваю предложение о работе. С другой стороны, высокий спрос тащит большое соотношение сигнал-шум. Вот это буквально оно. Писем приходит много, но на самом деле большинство из них совершенно ерундовые. Особенно этим грешат кадровые агентства. Есть определенный риск непредсказуемости, потому что когда вроде бы на вас большой спрос и так далее, все за вас борются, люди начинают что-то скрывать. То есть те, кто пытаются нанять разработчика, они пытаются вытащить все хорошее наружу, все плохое, запрятать как можно глубже. И дальше вспоминайте любые картики из интернета про фронт-энд, бэк-энд, там и вот это вот все. И есть еще один риск, чуть менее очевидный. Это риск стагнации, в принципе, когда есть высокий спрос, кажется, что мотивация что-то делать самостоятельно, она сильно понижается. Ну а зачем, если вроде как я и так всем нужен. И вот ты уже не самый клевый на дискотеке. Итак, самые типичные проблемы, которые все называют. Первая, значит, жалобы на рынке никого нет. Вторая, все, значит, что-то хотят, чего хотят, неясно. То есть ты елки-маталки, ответьте мне хотя бы что-нибудь. Список можно продолжать довольно долго. В чем есть особенность? Значит, у нас есть три позиции. Первая позиция – это позиция сотрудника отдела персонала. Его глазами выглядит как собеседование. Есть собеседование глазами нанимающего специалиста. Ну, назовем его как-нибудь так. Это может быть менеджер, там, тимлид, просто разработчик, которому выпало проводить интервью. И есть позиция, собственно, самого кандидата. Так вот, внезапно почти все вопросы, которые мы можем рассмотреть относительно процесса собеседования, это вопросы абсолютно зеркальные. Их можно задавать с любой позиции. Любой вопрос вы можете повернуть на 180 градусов. Он из вопроса к кандидату станет вопросом от кандидата к компании. Что мы будем сегодня делать? Ну, кроме того, что мы можем попытаться определить свой личный уровень проведения интервью относительно той выборки, которую я собрал. Вы можете понять, допустим, мы проводим интервью, похоже, ниже среднего, надо что-то доработать. Или нет, нормально, мы в тренде. Или вау, да мы вообще классные, мы делаем это лучше, чем делает это большинство. Вот хотя бы ради этого можно остаться сегодня в этом зале на следующие 30 минут. Все проблемы собеседований мы не решим. Но есть одна парадоксальная вещь. Казалось бы, все нанимают сотрудников, все хотят получить хороших сотрудников, но никто не хочет на это тратиться. В данном случае я имею в виду, конечно, не маркетинговые вложения в баннерах в социальных сетей, типа, приходи, у нас есть вакансии. Я имею в виду ту работу, которую мы с вами проделываем как технические специалисты. Постоянно собеседование рассматривается как некое обременение. В принципе, оно такое и есть. Потому что в текущей ситуации, когда у вас есть свои бизнес-задачи, собеседование не является такой же бизнес-задачей. И, по-моему, в этом месте кроется первая ошибка. Если попытаться относиться к собеседованию как к такому же таску в трекере, как и ко всем остальным, все проблемы это не решит. Но чуть поменьше их станет. Вот моя коллекция типовых вопросов от кандидатов, которые задают, как правило, чаще всего. Тут видите и про процессы, и про техдолг, и про график. Есть мой личный фаворит, что у вас с саморазвитием. Я обычно отвечаю спасибо, все хорошо. На самом деле это один из опасных вопросов, потому что есть любители постоянно заниматься саморазвитием, забывая о том, что неплохо бы еще это саморазвитие применять в какой-то практической плоскости той работы, на которую вас позвали. Спрашиваешь человека, что произошло? Он говорит, новый курс на Курсере закончил. Молодец, а с тасками что? Что подготовить заранее? Некая такая матрица, которую можно использовать для первичного рассказа о том, куда вы зовете человека. Ответы на эти же вопросы грамотно передать сотруднику отдела персонала заранее вместе с вакансией, чтобы, если для человека важно прямо здесь и сейчас что-то узнать, он мог на этот вопрос и ответить. Первое, это про продукт. Внезапно людям не все равно, чем заниматься. Так вот сразу и не скажешь, но тем не менее. И если вам почему-то кажется, что человек должен быть в курсе того, что это такое конкретно, или, например, что еще сложнее быть в курсе того, зачем вы делаете то, что делаете, это не очень простой вопрос. То есть какую проблему вы решаете для людей. Но, как правило, это хороший пункт, где можно объяснить, ради чего вы, собственно, здесь все собираетесь, по 10 часов в день проводите в офисе. Вы зачем? Какой продукт вы создаете? В этом смысле есть удачные отсылки. Вот, например, буквально вчера я читал интервью Антона Дудакова. Это один из разработчиков Яндекс.Авто. Там есть очень хороший абзац про то, что мне нравится то, что я занимаюсь, этим может пользоваться моя семья, я верю, что однажды этим смогут пользоваться мои родители и так далее. Звучит, значит, примерно как тезис, типа мы хотим изменить мир, но заметьте, куда более приземленный, прикладной, какой-то округленный и размеренный. Вот людям не все равно, чем заниматься. Это хорошая точка, неплохо бы с нее начать. Следующий кусочек это про команду, причем здесь какая-то полная непредсказуемость, вообще не угадаешь. Это тот ответ, который вы можете дать сразу. Ну, например, в моей команде три iOS-разработчика, это будут трое твоих коллег. Мы не планируем расширять эту команду. Вполне четко для того, чтобы человек понимал, что его ждет. Потому что по какой-то неведомой причине люди для себя определяют, что они хотят в большую команду или в маленькую команду. Если пойти чуть дальше и спрашивать человека, дружище, а тебе, собственно, зачем? То есть ты что хочешь получить от большой команды или от маленькой? На этот вопрос люди не отвечают, но все равно почему-то для них это важно. Так что с вас еще один ответ. Какого размера ваша команда, как вы планируете ее увеличивать или внезапно уменьшать? Это то, про что редко упоминают на интервью. Классика жанра. Вы приходите куда-нибудь на собеседование, вам очень нравится человек, с которым проходит интервью, вы уже построили в голове какой-то план о том, как вы будете с ним работать. Вы выходите на работу, проходит месяц, он увольняется. На самом деле это было известно заранее. И в целом он искал себе замену, и все это подготавливалось. Один из грамотных вопросов, который мог бы задать кандидат, сохраняется ли состав команды. То есть известно ли на данный момент, что конкретно этот человек уходит. Кажется, от этого вопроса никто не умрет, но вас как кандидата это неплохо подстрахует, если человек вам понравился и вы хотите работать вместе. Шлепаем дальше. Вроде как стек технологии здесь тоже достаточно очевидно. Парадоксально, что даже если вы напишите это на сайте, это по моей личной выборке, внятно напишите в вакансии, мы используем вот это. Можете даже сделать чуть больше и написать, почему именно так. Люди не читают. Ну и соответственно здесь есть некая ремарка. Если человек не прочитал и не ознакомился заранее, будем ли мы считать это в минус? Ну давайте будем считать, что нет. А если человек прочитал, ну пожалуй можно засчитать это как плюсик. Как вы понимаете, несложно догадаться, что всем нравится писать на всем красивом и никому не нравится ковыряться во всем плохом. Процесс. Это один из защитных вопросов, который в принципе подразумевает, как ставятся задачи, кто их ставит. Как выставляется задача маценка, в каком виде ко мне придет дизайн, что делать, если мы выходим за сроки, как часто вы собираетесь релизиться, бывают ли у вас переработки и так далее. Один из защитных вопросов, который позволяет человеку чувствовать себя чуть более комфортно. Причем, что характерно, если вы заранее смогли выяснить, что конкретно у этого человека за причина, почему он сейчас здесь находится на интервью, вот этот вопрос можно использовать как раз особенно грамотно. Ну например, вы знаете, что у них есть постоянная проблема с переработками, поэтому сегодня этот кандидат здесь. Хорошо бы пояснить, как ситуация обстоит конкретно в вашей команде. Legacy. Еще одна прекрасная штуковина, она же техдолг. В чем особенность? Так или иначе, эта штука, если ее нет, она обязательно появится. Это гарантия. Но в сущности людей не интересует наличие Legacy. Их интересует наличие какой-то выверенной политики по работе с этим техническим долгом. То есть, насколько вы вообще в состоянии, понимаете ли вы проблему, считаете ли, что это вообще проблема? Если считаете, что да, что вы делаете для того, чтобы ее решить? Хороший ответ на этот вопрос мог бы звучать так. У нас есть Legacy код, мы приблизительно оцениваем, что это 25% от нашего проекта, у нас есть план рефакторинга, он записан вот в таком-то месте. В каждый спринт мы стараемся брать на борт приблизительно столько часов задач, чтобы от этого избавиться. Кстати, по прошлому опыту, в предыдущие полгода мы сократили его со стальки до стальки. Вот это грамотный ответ. Ты слушаешь и сразу понимаешь, что эти люди понимают, как считать. И таким планом, раз им удалось уже это выдерживать в течение предыдущих месяцев, они таким образом справятся, и все будет хорошо. Вот это похоже на план. С этим можно работать. Дальше инфраструктура. Поскольку одной разработкой разработка не ограничивается, кроме написания кода, возникает желание сделать что-то еще, это одна из точек приложения усилий, что можно поделать разработчику. В какой-то момент только программировать становится тяжко, и появляются какие-то дополнительные маневры. Это я вам говорю уже с точки зрения руководителя. Инфраструктура одна из тех точек приложения, которые можно вручить человеку, сказать, дружище, если тебе нравится автоматизировать, давай попробуем сократить, например, время поставки локализации. Вот сейчас у нас время от момента передачи строк переводчику до момента получения их обратно вот такое. Здесь есть несколько очевидных шагов. Давай попробуем что-то с ними сделать. Вот тебе ведро, вот тебе корова, сделай что-нибудь с этим. Неплохой вариант. И отличительные особенности. Строго говоря, почти вся разработка, за не очень большим исключением, это какая-то клиент-серверная разработка. Есть удачные примеры. Призма – неплохой пример программки. Я что вижу, о том и разговариваю. Это удобно. Призма – пример программы, где на клиенте делается больше. Это интересно. Есть какие-то механики, которые люди стараются закладывать внутрь. Но в целом тенденция-то довольно простая. Маркетинг и бизнес хотят менять приложение так быстро, как только это возможно. В случае Android еще худо-бедно можно выпустить быстренько приложение. И то, есть скорость обновления, его хвост. Его мы не можем гарантировать. Приложение более-менее скатывается в клиент-сервер. Давайте получим с бэкэнда так много данных, как только возможно, потому что на бэкэнде их поменять легко, а на клиенте их поменять трудно. И в этот момент вам понадобятся какие-то отличительные особенности. А чем, собственно, ваше клиент-серверное приложение отличается от миллионов других клиент-серверных приложений? Не очень простой вопрос, если попытаться задать себе его в первый раз. Мы пробовали делать это так у себя. Сначала никто не может ответить. Когда задаешь его раз за разом на каждом следующем интервью, у людей появляются какие-то удивительные особенности. Например, кто-то организует тестирование на уровне байт-кода. То есть их тесты, они-то не просто проверяют какую-то оболочку, они сравнивают, что получилось именно с точки зрения GVM. Думаешь, ребята, вы еще прикалываетесь, вам точно это надо. И они даже объясняют, почему им это надо. И звучит любопытно. Может быть, конкретно вас это и не коснется, но это показывает, что здесь работают люди, которые не просто что-то клепают. У них есть что-то, что их отличает от всех остальных. И вот тут мы можем подойти к цели собеседования, которая совсем не очевидна. Цель собеседования, с моей точки зрения, сделает так, чтобы у кандидата осталось приятное впечатление об этом собеседовании. Казалось бы, цель собеседования должна быть, зная, мы должны нанять человека, но в лучшем случае не нанять. Но есть парадокс. Людей, которых вы не наймете, будет значительно больше, чем людей, которых вы наймете. А вы вряд ли можете гарантировать то, как сложится в дальнейшем и их судьба, и ваша собственная судьба. И поэтому кажется, что грамотно в этой точке сделать так, чтобы человек отсюда ушел с наиболее приятным состоянием души, а потом к вам вернулся. Если не он сам, то, возможно, его знакомые. Потому что вот сколько нас здесь сегодня, и сколько знакомых вы могли встретить сегодня на конференции. Я встретил людей, которых не видел несколько лет. Так, двигаемся дальше. Некоторые сложные вопросы, которые нам придется задавать себе, а потом честно пытаться на них ответить. Первый сложный вопрос, что именно вы хотите проверить? То есть какие задачи будет решать нанятый специалист? Здесь есть первая ловушка, потому что, как правило, все стараются нанимать по верхней границе. Давайте наймем настолько крутого парня или не парня, чтобы он решал все задачи, которые только можно. Хорошая политика, а теперь попробуйте ее выполнить. Значительно сложнее. А вам нужен прямо сейчас человек, который возьмет на себя, допустим, переписывание сетевого слоя. Вот вам точно нужен для этой задачи прямо мега-бог. Но, наверное, все-таки можно ограничиться каким-то менторством и взять не самого сильного специалиста. Далее. Как вы, собственно, собираетесь проверить в это самое соответствие? Здесь появляются три моих любимых темы. Первая тема – это протестовое задание. Крутись-крутись вентилятор. В чем проблема? Вроде как все понимают. Во-первых, это работа, это тяжело. Люди пытаются ограничить тестовое задание. Давайте сделаем его поменьше, давайте сделаем его побольше, а давайте всунем его в начале. Если он замотивированный специалист, он до нас дойдет. Кажется, что эту практику оставили почти все. Мы у себя используем тестовое задание в пограничных случаях, когда мы не можем понять, что-то пошло не так, и предлагается человеку задание, причем оно строго ограничено. Например, не используя стандартные фреймворки, постарайтесь использовать не больше, чем столько-то часов для его решения, присылайте как есть, там разберемся, там обсудим. Например, в такой композиции. Вопросы про алгоритмы. То, что вы вчера обсуждали вечерком с частью докладчиков. Какие у нас есть варианты? Первый — это вопрос на культурное совпадение. Ты потратил часть своей молодости в университете на изучение алгоритмов, я потратил часть своей молодости, мы с тобой одной крови. Например, так. Еще неплохой вариант, который часто предлагают. Говорят, вот если человек способен развернуть какое-нибудь сложное дерево, значит, он способен и справиться с UIM. Пожалуй, нет. Если он способен произвести какой-то непростой алгоритм, это значит ровно это и больше ничего. Другой мой провокационный ответ — это действительно ли вы хотите в клиент-серверной разработке получить человека с хорошим знанием алгоритмов. Это приятный бонус. Смотри, первый вопрос. Паранайм по верхней границе. Но в целом, так ли это обязательно? Есть хорошее лекарство? Переводите вопросы в практическую плоскость. Задавайте их конкретно от того языка и той технологии, которым вы тут занимаетесь. Вместо свойства хэш-функции спросите человека, как ему удалить дубликаты из адресной книги, если дубликатом считается экземпляр-класса, у которого совпадает имя и фамилия. И тут он либо построит вам второй массив и будет его итеративно обходить, либо догадается, что есть коллекция set. И помещая в нее туда, поддержав определенные протоколы, эту задачу можно решить. И так далее. Некий повод для обсуждения. Задавая вопросы от практики, от того проекта, вы точно зарабатываете себе политические очки. Такой подход людям значительно понятнее. Абстрактный вопрос про алгоритмы скорее нет, вопросы от практики скорее да. Ну и эзотерические вопросы. Можно ли запустить скомпилированный джарник на доступной джаве на андроиде? Они что показывают? Насколько глубоко человек любит копать? Я сам люблю задавать такие вопросы, потому что мне самому любопытно. И таким вопросом я пытаюсь понять наше культурное совпадение. То есть вот я люблю так копаться, а ты любишь, но если человек не отвечает на этот вопрос, это плюс ноль, это ничего. А если отвечает, это плюс сколько? Это плюс n. Такие вопросы не стоит задавать, как вопросы со знаком минус, потому что иначе вы зайдете в тупик. Особенно часто этим грешат те, кто проводит интервью немного. Еще несколько недель назад они не знали про какую-то технологию или особенность, не знали, как устроена таблица Вик и Стронг. Теперь они это узнали, спрашивают этого каждого встречного, поперечного, у всех, какого не знают, пытаются подразмерить под себя. Нет, плохая идея, так вы никого не наймете. Сколько будет этапов собеседования? Здесь есть несколько полярных моделей. Первая модель многоступенчатая. Она где хорошо работает? Она хорошо работает, если у вас профицит специалистов. Это хороший способ их отсять. Где она еще хорошо работает? В очень рискованной ситуации, если вы считаете, что бренд вашей компании настолько силен, что люди будут туда стремиться. Вот примерно как в серии Саус Парка про Эрика Картмана, который сделал свой парк развлечений, а потом никого туда не пускал. И все хотели. И для этого были готовы сделать что угодно. Вот здесь приблизительно такая же история. Ну, критерий достаточно простой. Можете спросить себя, сколько вы сами готовы пройти этапов собеседования. Вот я готов пройти техническое интервью, допустим, один раз. Я готов его пройти второй раз, если мне прям очень хочется. Я готов, не знаю, поговорить дважды про нетехнические темы. А больше не готов, потому что я считаю, что если люди за три встречи со мной не смогли понять, кто я такой, ну, похоже, они не очень хорошо разбираются. Или не смогли это внятно организовать. Это только пример аргументации, она может быть другой. Как может выглядеть полярный вариант? Ну, давайте все решим за один раз. Так вот так раз и за один раз все сделаем. Что хорошо? Вы потратили минимальное количество сил с обеих сторон. Кандидат пришел один раз, значит, вы на него посмотрели один раз. Что плохо, вы попробуете за один раз с ним разобраться. Попробуйте поговорить про архитектуру, про особенности операционной системы, про UI, про многопоточность. Ну, прямо тяжеленько, да? Прямо непросто. А еще можно усложнить, если смотреть кандидата сразу в несколько проектов. Мы отдельно про это поговорим. Еще один кусочек — это продажа вакансии. Такая штуковина, которая на самом деле начала звучать не так давно, когда к тебе приходят и чары и спрашивают, типа, а как ты будешь продавать вакансии? В этом месте у большинства технических специалистов начинается отторжение на уровне ДНК. Что-то вроде небарское это дело вакансии продавать. Но вернемся к нашему первому слайду про дефицит специалистов. Боюсь, что придется, потому что иначе у вас не очень много шансов. Что значит, собственно, ее продать? Ну, во-первых, у нас есть волшебный треугольник. Это самый простой уровень. Деньги, задачи и люди. Что вы можете предложить? Какая-то особенная команда, особенно интересные задачи, особенно интересная компенсация. Если что, все стесняются ставить деньги на первое место. Ни одного кандидата не видел, который на вопрос «Ну вот здесь три варианта, как-то их отсортируйте». Он говорит «Не, ну деньги понятно, там дальше разберемся, не особо принципиально. У меня ипотека. Так никто не делает». Все, говорит, типа «Задача, вы знаете, мне очень не хватает интересных задач». Говорит «Было бы здорово иметь хороших коллег, с которыми можно обсудить последние технические новинки». Ну да, там деньги тоже неплохо. Но тем не менее, это базовый уровень. Попытаться понять, кто перед вами, это прям сложно. Это задачка вне нашего сегодняшнего выступления, но тем не менее. Хотя бы можно попытаться понять, на что давить. На задачи, на людей или на деньги. А, ну и, конечно, самое важное, я этого не сказал, но, видимо, должен. Нельзя врать. Эта штуковина аукнется так, что потом будет плохо всем. То есть, если у вас действительно там не все в порядке и половина команды собирается уйти, ну, видимо, проще сразу про это сказать. Это мой выбор. Я не настаиваю, но в целом кажется, что так удобнее. Еще один кусочек, которого иногда не хватает в головоломке, этим часто грешат большие компании, но в целом провиснуть может где угодно. Даже в малюсенькой конторе, где отдел разработки всего 10 человек, оно и там может погибнуть. Это кто, собственно, будет принимать решение. Вот вы поговорили с человеком, такой думает, ну, в принципе, он нам подходит. А дальше начинается какая-то невнятность. Надо с кем поговорить? С СТО? С СЕО? Кто должен сказать последнее «да»? Вот конкретно мне повезло, а там последнее «да» за мной. Особенно, если не выйти за рамки зарплатные вилки, заранее объявленные, там вообще все хорошо. Но в целом это тот вопрос, который тоже нужно решить заранее. Потому что если нужно будет принимать решение, оно где-нибудь там завалится, это будет очень обидно. Вы уже все сделали, где-то на последнем кусочке это сломалось. Нет, не здорово. Так, переходим сюда. Из всех наших моделей выберем вариант одноступенчатого интервью и попробуем сделать такую модель, что человек приходит один раз, а мы попытаемся за один раз с ним разобраться. Задачка вообще непростая и, возможно, даже не самый лучший подход из всех возможных, но для беседы нашей подойдет. Значит, первое в плане это как нулевой карман Вассермана или как нулевой байт строки в Паскале. Надо рассказать про сам план. Люди, в принципе, чувствуют себя значительно увереннее, если знают, что будет дальше. Ну, хотя бы так, плюс-минус. Следующий вариант. Раз уж мы назвали какую-то толпу людей, да, насколько представим, есть кандидат, хочется верить, что он пришел. И есть еще несколько технических специалистов, которые будут смотреть сразу в несколько отделов. Неплохо бы ответить, а кто? Кто это? И самое важное не только кто, но и зачем. Зачем эти люди сегодня здесь? Собственно, то объяснение, которое я уже называл, оно хорошо подходит. Все эти люди сегодня здесь для того, чтобы не утруждать вас лишний раз. Мы попробуем решить вопрос интервью за один раз. Вам не придется приезжать четыре раза, но все хорошо. Кажется, по моим личным впечатлениям, что люди нормально на это реагируют. Когда в переговорке толпа людей это плохо, когда в переговорке толпа людей и она объяснена, нормально. Кто какой проект представляет, соответственно, и что, собственно, про эти проекты можно рассказать. И дальше срабатывает тот план, который мы обсуждали уже. Особенности, размер команды, стэк технологий и так далее. Вообще говоря, вся эта информация доступна заранее. Я снова напомню, что хорош тот кандидат, который заморочился и посмотрел это заранее, если приложение поставил вообще мегабох. Но, тем не менее, почему-то так люди не делают. Да, хотите заработать себе политических очков, скачайте приложение, попытайтесь им воспользоваться, найдите какие-то проблемы, придите с их решением. Это вообще самый простой вариант. Я сам иногда хожу на интервью ради спортивного интереса, да простят меня все, у кого я потратил на это время. Лучший способ. Ты приходишь, говоришь, я поставил ваше приложение, я вижу здесь проблему, потому что, когда переходишь из Пуша, открывается модальное окно, предыдущее не закрывается, вы получаете неконсистентное состояние. Чиниться это приблизительно вот так. Люди на это реагируют крайне здорово. Учтите. Собственно, техническая часть, неплохо бы тоже обозначить, что тут много всего, а она тоже есть. Про нее тоже придется поговорить. Вопросы кандидата. Та часть, которая гарантирует человеку возможность задать любые свои вопросы. Скорее всего, он ей не воспользуется. Когда спрашиваешь человека на интервью, ну а теперь у вас есть какие-нибудь вопросы, там странные звуки доносятся, но вопросы не распознаются. Нет, не получается. В этом случае, на самом деле, это неплохо, потому что вы уже знаете, какие вопросы обычно задают люди. Если вы вдруг о чем-то не успели поговорить, ну что ж, мы используем это время для того, чтобы ответить на все типовые вопросы. А для нетиповых вопросов есть контакт HR. Так. Ну и, собственно, впечатление кандидата от того, что только что произошло. Почему это удобно? Ну, потому что по горячим следам. Можно поинтересоваться, как и мы сами вопросы. В целом, это хорошая практика, потому что люди могут указать вам на какие-то ошибки. Скажем, господа, вот вы тут меня спрашивали, как тут грамотно смапить эти данные в табличку, а я вообще не понял, в какой коллекции они изначально лежат, пытался что-то изобрести, сорян, а вот если этот вопрос переделать вот таким образом, жить станет лучше. То есть, ваши вопросы точно так же могут содержать баги. И один из способов эти баги пофиксить, это хотя бы спросить кандидата, не видит он ли каких-то в них проблем. Ну и впечатление от самих проектов. Вот в нашей модели в собеседовании участвовало аж 4 технических специалиста, и можно поинтересоваться, вот вы общались с четырьмя людьми, вот вам как с точки зрения именно технического уровня, тех вопросов, которые они задавали и так далее. Ну и самое прекрасное, да, срок ответа, за который потом придется отвечать. Здесь есть довольно простая механика, нужно ответить что-нибудь, ну хотя бы, если вдруг так получилось, что вы решили выбрать сложную модель и ищете не до первого победного кандидата, а хотите, можно всех посмотреть, то тогда придется отправлять какие-то письма, там, спасибо, мы все еще в поиске, там, вы в нашем шорт-листе и так далее. Но важно, чтобы этот срок ответа был. К сожалению, эта цепочка иногда дает сбой по абсолютно каким-то непредсказуемым причинам, я всех причин точно не знаю. Можно поставить костыль и оставить кандидату рабочий e-mail. Если цепочка дала сбой где-то вот там, в районе отдела персонала, за который вы формально не отвечаете, у него будет хоть какой-то канал связи с вами. Рабочая почта, но то и рабочая почта. Определенные риски тут тоже есть, но вот такой мой выбор. Оставляешь, тогда у человека хоть какой-то канал связи появляется. Так, есть вот этот популярный сценарий, кандидат мне не подходит, вот каким-то образом, значит, вы так это поняли. Это довольно сложно, потому что сразу хочется спросить провокационно, а как вы это поняли? То есть, что такого произошло? Вот он вошел в переговор, его не мой человек, нет. Ну да ладно, оставим это на совести собеседующего, каким-то образом он это осознал. В целом, здесь высокая вероятность ошибки, потому что, насколько будет длиться ваше интервью, вы вряд ли там проведете целый день. Даже если человек очень замотивированный, все устают, у всех есть какие-то дела, снова возвращаемся к тому, что к собеседованию имеет смысл подходить как к рабочей задаче и ставить ее точно так же в свое расписание со всеми вытекающими. Ну, допустим, вы разговариваете приблизительно 2 часа, и за эти 2 часа совершить ошибку ну очень легко. Значит, что делать, если вдруг вы что-то поняли, да, про причины умолчим, не знаем. Нас спасет зачетный интервал вежливости. Зачетный интервал вежливости, начиная с сегодняшнего дня, объявляю 30 минут. Вот, властью данной мне ипс-конфом 30 минут. 30 минут нормально. Больше жалко, меньше невежливо. 30 минут хорошо. Вот. О чем можно поговорить 30 минут с кандидатом? Ну, про его опыт можно поговорить, про ваши проекты, про отличительные особенности. Вот все то, что вы уже могли бы рассказать в начале интервью, можно рассказать и здесь. Будет просто какая-то приятная беседа. Так, с технической частью. В среднестатистическом случае она выглядит приблизительно так. У нас есть разговор про язык, который скорее вот именно про семантику языка, его особенности, встроенные коллекции, что-то в этом духе. Ну, скажем, вы решили поговорить про джаву, как про джаву, а не про ту джаву, которая в андроид. А есть кусочек, который касается SDK, ну, или касается платформы. А как, собственно, в, и дальше, значит, подставляете. И кусочек, который касается архитектуры. Здесь неспроста три кружочка, потому что, возвращаясь к тому, какого кандидата нанимать, вам нужно по этим кружочкам как-то ползать. И, скорее всего, вам не нужен человек, который вот находится в центральном пересечении. Очень хочется. Я полностью поддерживаю. Если ко мне попадает такой кандидат, надо держать его руками, ногами и, возможно, некоторыми незаконными способами. Но в целом, как правило, в вашей команде, особенно если это не маленькая команда, где каждый человек тащит на себе вообще все. Ну, допустим, в вашей команде, скажем, три человека. Вроде бы как бы маленькая, вроде как бы уже есть какое-то разделение. Вы ищите четвертого. В вашей команде наверняка за время образовался какой-то формальный или неформальный лидер. Он уже принимает решение в спорных ситуациях. Ну, например, по той же архитектуре. И в этой ситуации вам не нужен еще один человек, который будет абсолютным экспертом по архитектуре. Здорово, если он понимает, что ему говорят. Это отлично. Но в целом, наверное, это как раз та точка, где можно ползать по треугольнику компромисса и как-то двигать этот ползунок, выбирая себе людей, которые позволят вам решить те задачи, которые вы решаете в обозримом будущем. Вопросы о вопросах. Значит, первая проблема вопросов, которые задают на собеседовании, это проблема контекста. Вы находитесь в контексте, особенно это любят делать люди, которые про практику. Все-таки говорят, ну, все от практики, сейчас мы спросим тебя про то, что мы делаем сами. Это хороший вариант. Вы вроде как задаете вопрос по свой проект, но вы находитесь в контексте своего проекта, а кандидат нет. И, честно говоря, он ничего вам не должен. Поэтому к вопросу должно предъявляться какое-то требование инкапсулированности. Вы должны задать вопрос так, чтобы в вопросе было все для того, чтобы с ним разбираться. Тут начинается некая витиеватость на тему того, что вот хочется послушать, как человек рассуждает. Это понятно. Ну, давайте возьмем какой-нибудь конкретный пример. Скажем, вы показываете человеку прямо экран вашего приложения на мобильном телефоне в продакшене из релизной версии и говорите, смотри, вот эта шторка выезжает снизу. Как запрограммируешь выезжающую шторку, вот анимашечка тут такая, тут затенение. Не стесняйтесь, не создавайте человеку раньше сложности, чем они понадобятся. Талантливый человек с ростом себя закопает. Поэтому сразу объясните, что шторка появляется вот здесь, что она зависит от размера текста, который на ней находится, что здесь есть затемнение, вот тут есть закругление, закрывается она не только крестиком, но и свайпом и так далее. Дайте человеку полную информацию. Потом посмотрите, что он с ней сделает. Ну и, например, спросите, говорит, ну, как думаешь, сколько у тебя времени уйдет на эту оценку? Ну, столько часов. Это включая ревью, или это только твоя работа, может, ты тестирование еще посчитал и так далее. Вы заметили, да? Появляются какие-то дополнительные вопросы. В вашей голове одна модель, а у кандидата в голове другая модель, и они не обязаны совпадать. А вот ваша задача, как человека, проводящего интервью, выровнять эти самые ожидания, чтобы потом не было мучительно больно. Так, проблема ожиданий. Вот такая веселая история. Представляете, что там попадает резюме, и там написано, что кандидат работал несколько лет в Apple. И вы такие думаете, господи, ко мне придет человек, который работал в Apple, возможно, там, не знаю, Крис Латтерн лично придет. И начинаете, значит, под этого кандидата бомбить какие-то страшные вопросы. Тем самым нарушаете, собственно, первую договоренность, какого человека вы ищете и зачем вы это делаете. Ну, пришел человек, значит, ему зачем-то надо, зачем-то это интересно. И вы пытаетесь завалить кандидата, которому что-то нужно, как-то это неправильно. Так, проблема собеседования самого себя. Еще одна распространенная штуковина, когда ищется человек, который похож лично на вас. Ну, как вы же себе доверяете, да? Вы же хороший специалист, да? Давайте найдем таких же, как я. В технической среде, в принципе, более-менее прилично это как-то разруливается, потому что есть некоторая однозначность решений. В математике совсем хорошо, в программировании похуже. Но важно помнить, что какой-то монополии на истину и на принятие решений у вас нет. Есть какие-то варианты, вы не знаете, как дело пойдет. Шлеп. Универсальный вопрос-индикатор. Еще одна любимая палочка-выручалочка обычно начинается со слов «Каждый программист должен». Значит, нет, не должен. Не надо этого. И задается какой-нибудь вопрос. «Каждый программист должен уметь». И, значит, там подставляете. Какая-то вот ерунда. Значит, хочется спросить, если у вас есть универсальный вопрос-индикатор, зачем вы затеяли всю остальную часть собеседования? Задавайте свой вопрос-индикатор и пойдемте уже по домам. Все будет нормально. На всякий случай, любой кандидат абсолютно любого уровня с любыми строчками в резюме и любым опытом работы может завалить любой вопрос. Вообще совсем. Поэтому, когда будете задавать подобные вопросы, вы помните о том, что есть вопросы в минус, есть вопросы в ноль, есть вопросы в плюс. Так, и оценка поиска решения. Это очень сложно формализуемый кусочек. У нас есть какой-то тест, ну, вот эти тесты на бумажке, есть кусочек кода, и спрашивают, ну, что он выведет. Это самый простой вариант. Тут вообще халява-халява. Человек либо ответил правильно, либо ответил неправильно. Можно еще заморочиться, узнать, почему он считает именно так. Какое-то рассуждение. Но в целом, это та часть, которую оценить просто. Значительно сложнее оценить, а как человек, собственно, это решение ищет. И на хорошем интервью предлагается задача, которая достаточно полна для того, чтобы у вас были все входные данные, чтобы вам не пришлось из головы подтягивать какие-то сложные знания и все остальное, но при этом, которая покажет, как конкретно вы ее решаете. Как вариация на эту тему, вот вам пример с одного из интервью. Человека спрашивается, какие типы блоков он знает. Значит, он что-то называет, но как-то не очень понятно. Предлагается кусочек кода и спрашивается, какой тип блока используется в этих шести строчках кода. Значит, он говорит, ну, похоже, я не знаю. Говорит, ну, дружище, не вопрос. А если тебе нужно узнать, что ты сделаешь? Говорит, ну, пойду на Stack Overflow. Ну, что ты там найдешь на Stack Overflow? Классификацию блоков? Ну, тогда давай сразу в документацию идти. Говорит, а что вот с IDE, с ноутбуком, с отладчиком? Мы не можем ответить на этот вопрос? Он говорит, ну, наверное, можем. Понимаете, в чем разница, да? Если вы предлагаете человеку для решения этой задачи ноутбук, интернет, там, плейграунд с вбитыми кусочками кода, а он при этом идет в Stack Overflow, значит, у него есть один паттерн. Если он при этом запускает отладчик, пытается посмотреть, что же там за блок такой, это другая модель поведения. Если он после этого идет значит, там, собственно, типы блоков бывают и почему в этом случае он дал неправильный ответ, там, третья модель, и так далее, вы сможете понять чуть больше про человека, который сидит перед вами. Каких-то серебряных пуль это вам не даст. У нас тут вообще в докладе все пули просто посеребренные. Прям серебряных нет. Но некую дополнительную информацию о том, как человек думает, это даст. Ну, а, честно говоря, самый комфортный вариант думать, это, конечно, не на листочке и не на вайтборде. Это более-менее нормально. Я и сам иногда так делаю, спрашиваю человека про что-то, на листочке, чтобы он без автокомплита мог написать те вещи, которые мне кажутся базовыми. Но все-таки, если человек в самой комфортной для него среде, ну, пусть это и не родной ноутбук, но тем не менее, выдает неправильный результат, ну, здесь где-то вот начинает уже от нуля идти в сторону минуса. Так, после собеседования, Саша смотрит на часы, но вроде все хорошо. После собеседования, значит, первый кусочек, это обратная связь. Мой рецепт, дать обратную связь сразу. Если вы понимаете, что значит, все плохо, и вы не можете гарантировать, что вы сядете, напишите внятное заключение, потом передадите его от сотрудников отдела персонала, убедитесь, что он его передал дальше и так далее, можно сделать сразу. Вот пока кандидат здесь и вы здесь, пройтись по вопросам и поговорить. Вот здесь я ожидал, что ты ответишь так, а вот что-то не прошло. Почему? Мы плохо задали вопрос, там что-то еще. Почти все кандидаты, с которыми мы так разговаривали, говорят о том, что типа, да нет, просто как-то вот не знал, не смогла. Но тем не менее, это самый дешевый способ, он подстрахует всех вас. Перенаправление кандидата. Ну, хочется верить, что вы на этой планете не один. Если так получилось, что вы понимаете, что человек, в общем, хороший, но конкретно вам, здесь и сейчас он не подходит, ну, не надо жадничать. У вас наверняка есть друзья, можно позвонить Саше, он там кого-то ищет. И перенаправить человека, в конце концов, если он найдет какое-то подходящее место, ну, вроде бы все выигрыши, вы его и так не берете. Так, план для кандидата. Вот это уровень выше среднего. То есть совсем простой вариант, когда интервью проходит про здесь и сейчас, когда отложенная выгода интервью не ясна, примерно как в эксперименте с зефиринками. Когда ребенку предлагают, вот возьмешь зефиринку сейчас или подождешь 10 минут, получишь коробку зефиринок. Дети плохо понимают отложенную выгоду, они берут зефиринку сейчас. Хочется верить, что взрослые люди поступают иначе. Ну, как бы. Соответственно, здесь такая же ситуация. Базовый уровень, вы пришли, решили задачи здесь и сейчас, человек нанят, человек не нанят пока. Чуть более средний уровень, когда вы объяснили что-то, провели подготовку заранее, поговорили с кандидатом, дали ему какую-то обратную связь, уже неплохо, но все еще да или не да. Ну и уровень выше среднего, который по идее должен быть стандартом, но пока таковым не является. Когда вы предлагаете человеку, вот сегодня у нас не получилось, кажется, что вот здесь многопоточности, плоховато, давай вот тебе ссылочка на статью, вот тебе еще что-то. И вот это уже больше похоже на разговор. Потому что понятно не только, чем недовольны, но и что сделать для того, чтобы это недовольство поправить. Это для сильных. Заключение в базу. Честно говоря, глубоко безразлично. Если у вас отдел персонала или у вас там один единственный HR, который в Excel себе там заносит даты собеседования, все равно. Человек придет второй раз, можно посмотреть, какие вопросы ему задавали, кто его спрашивал, что в прошлый раз пошло не так. Это не так страшно. Но если заморачиваться, отнимать минут 30. Есть еще один лайфхак. Если вы проводите удаленные интервью, а их довольно много происходит, любой редактор для удаленных интервью, сохраняете ссылку, эту ссылку называете как имя и фамилия кандидата, и тогда хотя бы по тому коду, который вы обсуждали, можно что-то понять. Так себе идейка. Зато очень дешевая. Здесь мало пунктов. Видите, всего один слайд на то, что сделать после собеседования. Почему так? Потому что всю работу мы проделали почти заранее. Мы сделали заранее почти все, что можно было сотворить. Мы подготовили требования и для HR, согласовали, и уменьшили количество этапов интервью, и сформулировали свою позицию по поводу алгоритмов, эзотерических вопросов и всего остального. Провели техническую часть. И после вам осталось не так уж и много. Я не знаю, удалось ли ли вам доказать, что к собеседованию лучше подходить как к работе. Тут время покажет. Но однажды, я верю, эти семена взойдут. Вроде все. Спасибо. Ну, у нас сначала кружка и благодарность. Так, ну кружка в меня не летит, уже неплохо. Да. Спасибо, Саша. Спасибо за приказы доклада. Я воспользуюсь своим микрофоном. Фамилия без ошибок. И задам первый вопрос. Но сначала я хочу дать пояснение. Просто про зефирингу мне прям запало в душу. По моей информации, то, что я читал, там, несмотря на то, что была статистическая значимость, то есть там не совсем верный эксперимент, потому что дети, которые не ели, они были из более обеспеченных семей и менее голодные. И еще и более, так сказать, дисциплинированные. Мы осуждаем участников эксперимента. Да. Вот. А мой вопрос такой. В последнее время я сталкиваюсь периодически, когда вот кандидат хороший, прошел там первый этап хорошо, вот сейчас второй этап, всего час времени дается. И тут получается так, что на второй этап он не заточен. И каждый вопрос он заваливает. И тебе даже не хочется, чтобы возникал там негатив, но ты прям чувствуешь, что из-за того, что он не может отвечать даже на плюс-минус простые вопросы, он уже себя чувствует неуверенно. Вот там был пункт, не ссориться с кандидатом. А как вот в таком случае вести себя? Потому что у тебя есть предефоненные вопросы, и что-то кандидат на них не очень отвечает. Я пока тебя не очень понял. Первый этап интервью прошел, кандидат успешно. Он пришел на второй этап интервью и перестал отвечать на вопросы. Боже мой, это же другой человек? Что случилось? Ну, бывает такое, потому что, ну, во всем, значит, я так понимаю, вопросы плохо выстроены, но на первом это техническое, а на втором проверяется проблем-солвинг, ну, решение проблем. И вот есть заготовленные, кто-то отвечает наполовину, кто-то на все, а есть кандидаты, которые начинают очень плохо отвечать. Есть неожиданное к тебе предложение, почему бы не спросить его? Ну, так и спросить. Нет, как не обидеть его в этом случае? Ну, ответ пока еще прежний. Спросить. Слушай, я здесь вот ожидаю, что мы поговорим про решение проблем, и обычно это происходит так, а сейчас у нас с тобой не получается это сделать. Есть какие-то препятствия? Я услышал. Например, так. Вот, если человек, ну, давай представим, что человек занимает какую-то очень обрань, то происходит, нет, нет, никаких препятствий нет, все в порядке, все здорово, нормально все. Вот, слушай, ну, похоже, это тупик. Отсюда вы уже особо не выйдете. Еще, как вариант, ты можешь попробовать переключить тему. Ты можешь поговорить с ним про его работу, потому что люди про свою работу разговаривают значительно и охотнее. Поговорить про те, какие проекты он делал, какой он молодец, и так далее, и тому подобное. Особенно, если есть про что поговорить. Это отдельно приятно. Вот, возможно, это позволит ему чуть-чуть переключиться, расслабиться, и ты сможешь подвести свои вопросы под его опыты на его проектах. Ему станет легче на них отвечать. Спасибо. Откуда у тебя микрофон? Не было же. Спасибо, Саша, за интересный доклад. У меня три вопроса к тебе. Первый вопрос. Нужно ли копать вглубь технические знания кандидата для того, чтобы найти ошибку, а чтобы показать свой уровень скилла, то есть технических компетенций, поднять самооценку, то есть не самооценку, а самооценку команды, то есть перед ним. Нужно ли не для того, чтобы найти ошибку, а чтобы показать уровень своего технического знания, чтобы он увидел, что ребята здесь крутые, и я хочу именно с такими ребятами, то есть специально копать вглубь эти знания. Ок. Сейчас попробуем с этим разобраться. Значит, первый кусочек. Во-первых, для демонстрации крутости команды есть не только интервью. И хочется верить, что интервью можно использовать не только для этого. У вас есть возможность рассказывать про свою команду, выступая где-нибудь на конференции. Есть возможность выложить какие-то кусочки своего проекта в open source, показать, как это сделано. И так далее. Если на самом интервью нашей целью становится демонстрация крутости команды вот таким способом, кажется, это не очень здорово. Но я могу предложить альтернативный вариант. Вы можете использовать вопросы, углубляясь, для того, чтобы найти границы знаний кандидата. Вот это выглядит чуть более здорово. Ну, скажем, вопросы для джуниоров и для синьеров будут одни и те же. Но уровень, на который вы погружаетесь, будет разный. И таким образом, демонстрируя этот уровень, на который вы можете погрузиться, вы заодно и кандидата проверите, и сами покажете, что вы знаете еще чуть больше. Выглядит не так обидно. Ну да, возможно. Лана, второй вопрос. Ты сказал… А у микрофона все еще у него, да? У меня, у меня. Второй вопрос такой. Вот ты рассказал, что в основном вопросы строятся про технические вопросы, про язык программирования, про СДК, про архитектуру, а про технологический стек, инструменты разработки. То есть мы же не в вакууме разрабатываем, мы же какие-то спеки используем. Нужно ли задавать? То есть, потому что я вот по своему опыту видел часто кандидатов, которые знают алгоритмы, но с инструментами и с некоторыми технологиями очень плохо работают, тратительно. Так, значит, попробуем. Значит, тот кусочек, который про алгоритмы. Казалось бы, я достаточно ясно и выдвинул тезис, потому что если человек хорошо знает алгоритмы, это означает вот только это и больше ничего. Что касается инструментария. Для меня это фактор в плюс, но не фактор в минус. То есть, если человек не умеет пользоваться профилировщиком, я потрачу два часа, научиться. Ничего страшного. Если он не умеет им пользоваться, ну-ка, ну и ладно. Типа не особенная беда. Ну окей, ладно. Правда, это не такой прям стоп-фактор, что прям совсем все плохо. Я позволю сказать, что есть какой-то кусочек вопросов, который мы в принципе не затронули. Вот здесь в докладе ничего не было про разговор с кандидатом, про его опыт, про его проекты, про то, чем он занимался раньше. Это не означает, что этого не нужно делать. Просто в рамках нашей сегодняшней беседы мы не успеем про это поговорить. Давайте по два... У тебя еще и третий вопрос. Последний, короткий, маленький. Ну, у нас просто всего пять минут, много желающих. Давайте все вопросы уже будут за двери. Ну, маленький. Пожалуйста. Уважайте все. Вроде Стив Джобс говорил, что нужно... Он там нанимал разработчиков, которые знают больше, чем он или другие технические специалисты специально. Как ты вот к этому вообще делаешь? Хорошо. Ты думаешь, что я достаточно смелый для того, чтобы найти людей, которые умнее меня? Тебе накидывают вопросы тоже, да, на собеседование? На которых ты не сможешь ответить. Бывают кандидаты, которые пытаются перехватить инициативу и превратить свое собеседование в собеседование и меня. Такие вещи я не разрешаю делать. Но в целом, если человек отлично себя показывает, ну, давайте порадуемся оба что. Все, спасибо, у меня все. И я напоминаю, Саш, что потом тебе нужно будет выбрать лучший вопрос. Ух, елки. Надо запоминать их было. Ну, пока только один был, все нормально. Так, пока... То есть было три вопроса, да? И был еще твой вопрос. Пока все нормально. Так, два человека. Здравствуйте. У меня какой-то вопрос. Прежде всего, спасибо большое за доклад. Очень полезно, интересно. Я бы хотел задать насчет он-сайт интервью. Как бы есть такая практика. Ну, некоторые изображения в компании приглашают кандидата. Он, допустим, день работает в компании и все замечательно. А на локальных, допустим, в России такого я не встречал. В Skyeng. Вот, следовательно, как ваше мнение на этот счет? По-моему, дорого. Насколько полезно? По-моему, мало. Ну, то есть я видел пример Skyeng, когда они зовут человека. Сколько он работает у них? Кто помнит? Две недели? Нет, допустим, один день. Даем легкий баг и смотрим, как он... По-моему, маловато. Кажется, что человек начинает нормально вникать в проект спустя месяц работы, выходит на какую-то свою приличную производительность на три месяца работы. Именно поэтому испытательный срок обычно устанавливают три месяца. Можем ли мы за день вот такие вещи обеспечить? Не уверен. А самое главное, я бы не стал заморачиваться. Если служба безопасности позволяет, зачем его тащить в офис? Выдайте ему доступ к репозиторию, пусть сам сделает. Вот, а еще маленький вопрос. Ваше действие, если есть кандидат, он суперкрутой, но он выше, чем ваша вилка. Аверквалифайд, есть такая проблема. Обычный человек, я так и говорю, он говорит, дружище, с технической точки зрения все очень хорошо. Но я не представляю, как бы ты мог занять место в нашей малюсенькой команде с такой квалификацией. Могу помочь найти место вот тут, тут или тут. Допустим, он не оверквалифайд, он просто, допустим, хочет, он вас устраивает полностью, но, допустим, у него ожидание чуть выше, чем ваша вилка. Я подвинусь. Большое спасибо. К сожалению, время на вопросы уже закончилось, можно продолжить дискуссию. Ладно, самый последний, пожалуйста, короткий. Потому что мы… Какая борьба за книжку, господи. Вот смотрите, всегда и кандидату интереснее, и собеседующему интереснее, если это не какой-то проход по чек-листу с готовыми вопросами, а беседа такая, которая вытекает одно из другого. Но потом бывает тяжело формализовать и сравнить людей, когда ты десятерых прособеседовал, про разное поговорили, и как бы непонятно, кто лучше, кто хуже, потому что про разное говорили. Вот поэтому все стараются как раз говорить про одно. Вы можете заранее даже подготовить список тем, список конкретных вопросов нет, потому что иначе получается, что вы оцениваете способность кандидата готовиться по заранее известным вопросам. Список тем вполне можете заранее предоставить и использовать вопросы как чек-поинты. То есть переходить от чек-поинта к чек-поинту с помощью беседы обычной, но тем не менее в какой-то момент вам придется либо повернуть человека и сказать, типа, хорошо, но тем не менее, как мы поступим в этой ситуации? Придется проявить настойчивость, потому что вы правы, иначе у вас не будет критериев для сравнения. Нет? Не похоже на ответ? Есть какое-то чувство негативно-таренности? Мы выстраиваем разговор, чтобы он прошел через все темы, как бы оценку по темам ставим, скажем так. Как вариант. Это могло бы быть моделью, да.